Волк в овечьей шкуре на дороге в Нижегородской области. Псевдосотрудник ДПС остановил автобус, в котором ехали граждане Вьетнама, а после туда ворвались грабители, которые поджидали в кустах. Давайте посмотрим кадры, которые были сняты регистратором на лобовом стекле этого автобуса. Здравствуйте. Здравствуйте. Проверьте. Достой я! Достой я! Достой я! Руки нет! Дожди на руки! Руки сюда! Руки сюда! За рулёк садись! Быстро! Быстро! На машине иди! Бекон за машине! Двери закрывать, бекон за машине, говорю! Садись, говорю! Не стоять! Бекон за машине, говорю, не вводи! Бекон за машине! За машине бегон! Бекон, за твою люку! Бекон за машине! Всё, всё, еду, еду. А теперь рассмотрим подробнее. Видно плохо, но понять можно, что лже сотрудник ДПС после того, как остановил автобус, входит в салон и просит предъявить документы. Затем в автобус врывается группа неизвестных, которые начинают кричать и угрожать находящимся внутри. Один из грабителей приказал водителю ехать за машиной налетчиков. Обрывается запись, когда преступник срывает видеорегистратор. В автобусе ехали вьетнамцы, у которых было 5 миллионов рублей. Их налетчики, понятное дело, отобрали. Кроме того, разбили телефоны пострадавших, и вьетнамцы не смогли вызвать полицию. Примечательно, что водитель оказался не жертвой этого ограбления, а скорее соучастником. Злоумышленников удалось задержать на посту ДПС по дороге в Казань. Ну и что же это было, и как от этого уберечься? Ну, в частности, от нападений псевдо-сотрудников ДПС. Обсудим с адвокатом, бывшим полицейским Филадельфии Григорием Красовским. Здравствуйте, Григорий. Ну, прежде всего, мне бросилось в глаза то, что, ну, как мы знаем, уже водитель находился в сговоре с этими грабителями. Но мы сейчас эту ситуацию не рассматриваем. Сейчас, прежде всего, самый интересный момент. Имеет ли право водитель не открывать дверь сотруднику полиции, зная, что у него граждане государства находятся в салоне? Если водитель перевозит пассажиров, едет по трассе и видит, что его пытаются остановить якобы сотрудники правоохранительных органов не на стационарном посту ГИБДД, то водитель имеет право сообщить, что до того, как я смогу удостоверить вашу личность, тот факт, что вы являетесь легитимными сотрудниками правоохранительных органов, я буду следовать до следующего стационарного поста ГИБДД. Ну, а в целом, вообще, остановили-то человека на дороге без каких-то, без света, без всего. Понятное дело, что это подозрительно. Я бы на месте водителя автобуса просто не остановился бы. Я прав был бы? Я думаю, что да. Если вы примете все меры для того, чтобы установить личность сотрудников правоохранительных органов, потому что мы также знаем, что неподчинение настоящим сотрудникам также карается законом. Поэтому тут, как говорят, все-таки есть определенная грань, которую не нужно пересечь, для того, чтобы самому не попасть под уголовную ответственность. Ну, понятное дело, что в темноте ты не разглядишь, что на машине написано, какие значки у инспектора, всего этого не видно просто. И место выбрано было специально темное для того, чтобы было непонятно. То есть, по-хорошему, в принципе, я мог бы проехать мимо, позвонить в полицию и сказать, что на таком-то километре меня пытался остановить сотрудник полиции. Я был бы прав в этой ситуации? Вот это было бы самое правильное решение. В этом случае подать якобы сотруднику какой-то визуальный сигнал, что я следую дальше, сразу же набрать по телефону экстренной службы, сообщить свое местонахождение, что происходит, и продолжать следовать до безопасного места. Самое безопасное место – это, конечно, или стационарный пункт, или даже отделение, ближайшее отделение милиции в каком-то населенном пункте. В нелюдной местности, особенно в сельской местности, останавливаться не стоит. Такие случаи бывают не только в России, но и в Европе и в Соединенных Штатах. У меня был известный случай, когда сотрудник Всемирного банка решил не остановиться в сельской местности США, потому что его пыталась остановить полицейская машина без опознавательных знаков. Несмотря на то, что его сначала задержали, выписали штраф, это все удалось успешно оспорить. И он понял, что он принял правильное решение, не подвергая свою жизнь и свое имущество угрозе. Тут, когда водитель перевозил явно коммерческих пассажиров, которые или ехали продавать товары, или уже возвращались после продажи товара, при этом при себе имели деньги и другие материальные ценности, если бы водитель не был в сговоре с грабителями, то, конечно, я не думаю, что ему предъявили претензии, если бы он не остановился, а решил доехать до следующего стационарного поста ГИБТ. Первое, что мне пока бросилось в глаза, это подозрительно, каким образом водитель автобуса остановился. Он такое чувство, как будто бы ждал, что его сейчас остановят. То есть он остановился, перегородив дорогу на перекрестке. Обычно водитель, по-хорошему, доезжает до обочины, останавливается на обочине, чтобы не мешать выезду с этого перекрестка. Здесь водитель остановился буквально, как по мановению, в волшебной палочке, причем перегородив и нарушив сам правил дорожного движения. Вот это мне первым делом бросилось в глаза. Но вот и вообще, в целом, сотрудник полиции, который стоит в неосвещенной местности, на мой взгляд, по-моему, это нарушение закона. И вообще, я бы позвонил в прокуратуру, сказал о том, что у вас сотрудник полиции потерялся, в темноте заблудился. Это так, правильно это было бы? Можно, конечно, сообщить или руководству, или в службу собственной безопасности, или даже в прокуратуру. Потому что сотрудник, который устроил такую засаду в плохо освещенном месте, не на стационарном посту, подвергает опасности других участников дорожного движения. Потому что, когда люди видят, что вдруг перед ними появился сотрудник полиции или ГИБДД, они могут неадекватно среагировать, неправильно стормозить. Машина может влезаться в них, за ними следующее. Это опасная ситуация. Но, как правило, большинство водителей являются законопослушными. Поэтому, когда видят людей в форме, останавливаются. И здесь ты уже останавливаешься на свой страх и риск. Тут нужно думать. Если не уверен, если есть какие-то сомнения, и ты опасаешь за свою безопасность, следуя до стационарного поста. Безопасно, медленно, спокойно. Но безопасность прежде всего, особенно учитывая, что за спиной сидят пассажиры другого государства. И, я думаю, дипломатический скандал никому из сотрудников полиции явно не пойдет на пользу. Ну, опять же, если это не спланированное нападение. Большое спасибо. На прямой связи со студией по скайпу был Григорий Красовский, адвокат бывшей полицейской Филадельфии. Захват машин на дороге – это один из самых простых способов для преступников нажиться. Ну, помните, наверное, захваты дилижансов и почтовых отправлений, как это было на Диком Западе. До сегодняшнего дня ничего не изменилось. Также работала банда под названием ГТА, которая с 2012 года терроризировала автомобилистов. Она нападала на автомобиль, выкладывая шипы на дорогу. Пробив шины, автомобиль, естественно, останавливался, затем преступники хладнокровно убивали водителя, обыскивали авто, забирали одежду, украшения с убитых. И только спустя два года злоумышленников удалось задержать. Главу так называемой банды ГТА ликвидировали здесь, в коттеджном поселке, в 20 километрах от столицы. Хозяйственную постройку, где у банды располагалась штаб-квартира, пришлось брать штурмом спецназу. Лидера убили после того, как он кинул в СОБР гранату. Криминалисты обнаружили на этом участке огромный арсенал, несколько десятков пистолетов и винтовок, гранаты, а также станок, при помощи которого травматическое оружие переделывали в боевое. Десятки нападений, 17 жертв. Банда ГТА держала в страхе все Подмосковье на протяжении нескольких лет. Действовали по отработанной схеме, выбирали оживленные магистрали. Большинство убийств на трассе Москва-Дон. Ночью высыпали на дороге металлические шипы, причем самодельные в форме крестов. Водители прокалывали шины, останавливались на обочине. В этот момент они были уже обречены. Первые подозрения, что в Подмосковье появилась организованная банда убийц. Появились у следователей после того, как они обнаружили тела трех человек недалеко от станции Лось. Здесь же гильзы, причем всеразного калибра и от оружия кустарного производства. Пробив их по картотеке, криминалисты вдруг поняли, что с этими гильзами они уже знакомы. Убийства были хаотичными. Иногда преступники забирали даже мелочь, а в некоторых случаях оставляли все ценные вещи. Нападения продолжались. Еще одной жертвой стал 30-летний капитан полиции Олег Толмачев. Участкового убили прямо на глазах Анатолия. Произошел хлопок, я перевернул голову, это получается через пассажирская правая дверь. Я посмотрел, что он начал нагибаться, и вот выбежал первый силуэт. Анатолий помог полицейским составить фоторобот преступников. Еще одной зацепкой, подтверждающей, что это вся та же банда ГТА, стали те же гильзы разного калибра. Но на этот раз нападение больше походило на заказное убийство. Ни денег, ни телефон преступники не взяли. Машина участников банда ГТА попадает на запись видеорегистратора. В области план перехват. Проверяют все похожие автомобили. Стритрейсеры устраивают ночные патрули. За группировкой начинается настоящая охота. Следователей не исключает. Участники банды ГТА могут быть связаны с ИГИЛ. Правда, вскоре следственный комитет эту версию опровергает. Основным мотивом убийства было завладение денежными средствами своих жертв. Показания задержанных и другие доказательства говорят о том, что убивали они без разбора. Выйти на главаря банды удалось только в ноябре 2014 года. А Байдулосу Пханова по поддельному паспорту Рустама Усманова ликвидировали на территории коттеджа. Как стало известно позже, дом и территория вокруг принадлежат высокопоставленному сотруднику генпрокуратуры Алексею Староверову. Правда, служебная проверка показала, что он не знал, кому сдавал жилье. Сейчас Староверов проходит как свидетель. В итоге спецназ задержал 9 членов банды ГТА. Аресты проходили не только в столице, но и в регионах. Еще двоих задержали в Таджикистане. Но некоторые автомобилисты до сих пор не верят, что была поймана именно та банда. И продолжают с опаской ездить по трассе М4 дом. Андрей Ященко, Эмин Калантаров. Лайф.